Всем привет! Меня зовут Юлия и сегодня я покажу вам первые в этом году книжные покупки. Среди них и совершенно новые для меня писатели, и те, чьи произведения докуплены, что называется, в коллекцию. И все сегодняшние покупки я совершала с кэшбэк-сервисом Cash for Brands, которая отлично помогает сэкономить на книгах и не только. Вы прекрасно знаете, что сейчас огромное разнообразие кэшбэк-сервисов, но далеко не каждая из них сотрудничает абсолютно со всеми книжными магазинами. И уж далеко не из каждого можно легко вывести средства. Я сама использую и вам хочу посоветовать кэшбэк-сервис Cash for Brands, чье главное и принципиальное отличие как раз в легкости вывода средств. Вас не заставляют копить определенную сумму и можно вывести хоть 1 рубль или эквивалент в любой валюте, выбрав удобный способ оплаты. У Cash for Brands очень удобное мобильное приложение, которое доступно и на iOS, и на Android. Там регистрация через соцсети буквально в один клик и свой ID сразу запоминайте, потому что в конце он вам понадобится для классного конкурса. Вы можете быстро и удобно выбрать магазин в интересующей вас категории. И, кстати, приложение признано лучшим по оценкам на Google Play и работает супер быстро и без глюков. Или, если чаще делаете покупки на компьютере, установите расширение для браузера от Cash for Brands. Оно тоже устанавливается буквально в один клик. И так на сайтах магазинов вы не будете забывать про кэшбэк. Вообще, именно у Cash for Brands самые лучшие отзывы на независимых платформах типа Айрекоменд или отзывика. И также очень оперативная клиентская поддержка, ну, если вдруг что-то как-то у вас пойдет не так. И давайте я покажу вам удобство сервиса на примере своего аккаунта и покупок. Вот, допустим, я делала заказ в лабиринте и сразу же вижу, сколько денег мне с него возвращается. И сейчас я покажу вам сам заказ, но досмотрите это видео. В конце будет конкурс с Cash for Brands, где мы разыграем три очень крутые книги. И начну я вам показывать покупки с книги, ради которой, можно сказать, все и затевалось. Это Битвы Толкина Дэвида Дэя. Я вам недавно показывала Атлас Толкина. Это произведение из той же серии, как бы путеводителей, справочников по миру Толкина. Только в Атласе рассказывалось про мир Орды с географической и геополитической точки зрения. Здесь же рассказывается про основные сражения, про армии, про стратегические приемы. Вообще, я заметила, что у большинства людей, подчеркиваю, не фанатов Толкина, а просто тех, кто прочитал или как-либо знаком с его произведениями, может быть, по фильмам. Очень такое схематичное представление о военной части данной вселенной. Обычно знают про Войну Кольца по трилогии Питера Джексона и про Битву Пяти Воинств, ну, опять же, по экранизации того же Джексона в виде трилогии Хоббита. На самом деле, здесь рассказывается гораздо подробнее о конкретных сражениях, о таких как битвы у Хельмовой Пади, о разрушении Изенгарда, предоставлены карты каждого сражения, показано развитие событий, передвижение противников, армии. Над данной книгой проделана просто фантастическая работа, и насколько мне понравился Атлас, я уверена, настолько же мне понравятся битвы, я буду с нетерпением ждать продолжения в этой серии. И еще хочу обратить ваше особенное внимание на оформление этой книги. Здесь обложка оформленная под кожу, страницы, я даже не могу назвать их бумагой, это больше похоже на такой тонкий картон. Я вам уже рассказывала, что впервые познакомилась с этими книгами в оригинале, то есть я увидела их в магазине, но зажлобила заплатить большие деньги, и сейчас нисколько не жалею о том, что тогда отказалась от покупки, потому что на русском их издали вот ничуть не хуже, чем было в оригинале. Я очень довольна и благодарна издательству, что все-таки в эти книги вложились, потому что цена у них немаленькая, но стоят они каждой копейки. И следующая книга, которую я вам покажу в оформлении, гораздо-гораздо уступает, это Джо Абер Кромби и Пол Короля. Это цикл Джо Абер Кромби, который позиционируется как подростковый, я с писателем знакома в первую очередь по его трилогии «Первый закон», просто великолепный и восхитительный, который жанр темного фэнтези в моем сознании, просто современного темного фэнтези, просто поднимает на небывалые высоты. Безумно люблю Джо Абер Кромби и просто уверена, что и более легкое фэнтези, более подростковое фэнтези у него тоже должно получиться на уровне. И я знаю, что многие уже ругаются на то, что издали Джо Абер Кромби не в той серии, в которой выходил «Земной круг». Эту же трилогию издали в формате Европокет, то есть это книги, которые предназначены для чтения в дороге, они очень удобно раскрываются, ничего не весят, у них удобные клапаны, которые можно использовать как закладку. Но знаете, мне особо поругаться не на что. Конечно, было бы круто, если бы вышло и твердое издание, и вот такие покеты, которые удобно носить с собой. У меня в самое ближайшее время намечается поездка, и я думаю, что как раз эту книгу я с собой возьму. А вот следующую книгу я купила в первую очередь по вашим советам, потому что меня очень часто спрашивали, читал ли я печальную историю «Братьев Гросборд». И если во время первой пары вопросов у меня просто глаз зацепился я стала встречать постоянно упоминания у других блогеров про эту книгу. Когда меня спросили уже, не знаю, в десятый раз, я стала гуглить, что это за произведение, и, естественно, меня заинтересовали обещания, аннотация, то, что это мрачная сказка с черным юмором, которая может посоперничать с оригиналами «Братьев Гримм», то, что здесь интересная атмосфера средневековья. И тоже думаю, что я в ближайшие пару месяцев до этой книги доберусь, потому что она прекрасно вписывается в мои фантазийные планы на этот год. А вот со следующими книгами у меня довольно интересная и довольно печальная при этом история. Так получилось, что в начале ноября мне зрители начали резко писать, что на «Лабиринте» появилась азбука. С вопросами, Юля, ты не знаешь, снова ли азбука сотрудничает с «Лабиринтом», можно ли там будет дальше покупать книги этого издательства. Но в итоге выяснилось, что нет, ни о каком сотрудничестве пока речи не идет. Однако на «Лабиринте» откуда-то вытащили старые запасы. И у меня книги, которые, фэнтезийные книги, естественно, которые были в отложенном достаточно долгое количество времени, появились. Я, естественно, не раздумывая их заказала, но пришло, к сожалению, не все. Во-первых, я лишилась ночей Вилджамура, они не пришли. И второй книги из цикла «Легенда о круге» Дугласа Хьюлика. Но зато у меня есть первая часть, и уж тут я могу решить, захочу я этот цикл. Но на самом деле это пока что дилогия, но должна быть трилогией. И захочу ли я собирать ее на своих книжных полках. Когда-то я начинала читать этот цикл именно с первой книги, ну что логично, «Свой среди воров». Но я не могу сказать, остался перевод у азбуки тот же, потому что я читала в фанатском. Книга тогда еще точно не была издана, я 100% читала ее в электронке. Меня очень заинтересовало, но тогда меня отпугнуло то, что у этого цикла нет третьей части. У Дугласа Хьюлика, насколько я знаю, насколько видела информацию на различных ресурсах, у него задержанная депрессия, издательство разорвало с ним контракт, но он сказал, что если он допишет третью часть, то издаст ее за свои деньги, за свои средства, найдет способ, и мы узнаем финал этой истории. Я очень плохо помню детали сюжета, но помню, что мне нравилось, и как минимум мне хочется попробовать вернуться в этот мир, рассказать вам про новую интересную вселенную. И еще две книги из серии «Звезды новой фэнтези», которые мне повезло найти на лабиринте с очень хорошей скидкой. Это первые две части из цикла «Орудия ночи» Глена Кука. Я в этом году обязательно буду продолжать знакомство с Гленом Куком и продолжать то, что уже знаю в виде книг «Юга», «Черного отряда». И мне хочется взяться за его новый цикл, получить какую-то новую вселенную, потому что мне очень нравится, как Глен Кук пишет, мне нравится, какими деталями он снабжает свои персонажи, какие интересные фишки появляются в его мире. И вот когда я в профиле автора смотрела, какой цикл у него еще взять, почитать, на какие книги обратить внимание, почему-то сразу в глаза мне бросился именно цикл «Орудия ночи», и в этом году я продолжу знакомство с Гленом Куком. И мы еще раз вернемся к такой бандитско-воровской тематике «Хитрости Лока Ламоры» Скотта Линча. Это еще одна фэнтезийная книга, советы по поводу которой я получаю, наверное, со времени открытия своего канала, как только сказала, что мне нравится классика фэнтези, и я всегда с удовольствием нахожу что-то интересное в этом жанре. Вот с тех пор мне Скотта Линча и советуют. И вот с циклом Скотта Линча, а он называется «Благородные каналы из «Хитрости Лока Ламора», это первая часть», у меня примерно та же проблема, что и с Брэндоном Сандерсоном. У меня какое-то внутреннее предубеждение по поводу этих книг. Я боюсь, что начну их читать, мне будет скучно, я разочаруюсь, потому что ожидания от этой книги просто уже воздвигнуты на какой-то недосягаемый уровень, поэтому я с какой-то опаской и трепетом одновременно подхожу к этой книге. Следующая книга тоже продолжает мою историю знакомства с замечательным автором, в данном случае с Донатой Кариди. И эта книга сулит мне то, что я познакомлюсь с Донатой Кариди не только как с автором великолепных и захватывающих остросюжетных детективов, но и как с автором романа. Романом мне на самом деле эту тоненькую книжечку назвать сложно, это скорее повесть, но я знаю, что здесь будут романтические моменты, и в целом дух этой книги совершенно не соответствует тому, к чему я привыкла от этого автора, к кровавым сюжетам, к хитроумным головоломкам. Я просто обожаю, когда авторы не боятся экспериментировать с жанрами, попробовать себя в чем-то новом, тем более в языке и слоге Доната Кариди я уверена, что он не может написать плохо, как там криво и коряво. И, кстати, я решила, что отложу эту книгу на самое начало марта, вот почему-то у меня есть ощущение, что данное произведение отлично подойдет для начала весны. А вот следующая книга мной давно прочитана и горячо любима, это «Сняться ли андроидом электроовцы» Филиппа Киндреда Дика. Филипп Дик вообще один из моих любимейших фантастов. В самом-самом начале своего канала я вам, по-моему, делала даже отдельный ролик про творчество этого замечательного писателя. И у меня нет на книжных полках ни единого его произведения. У меня у бабушки в библиотеке есть пара сборников, но это не моя библиотека. И я решила, что хочу собрать на своих полках хотя бы самые основные и самые любимые свои произведения. Сейчас металось между разными сериями, но некоторых уже нет в продаже. И мой взгляд пал в первую очередь вот на эту серию от «Эксмо». Она достаточно новая, там все, что у них выходит, сейчас легко можно найти в продаже. И, в принципе, я довольна качеством издания. Достаточно хорошая и белая бумага. В принципе, книга такая ладненькая, стильная обложка. И я думаю, что, возможно, и дособеру именно в этом оформлении то, что мне нравится и то, что мне хочется иметь на своих книжных полках. Кстати, про Филиппа Дика я вам не рассказывала очень и очень давно. И пора бы уже обновить свою подборочку с фантастикой, потому что за конец осени и за начало зимы прочитано достаточно много. А вот про следующую книгу я сейчас опять начну рассказывать вам с придыханием. Это «Короли жути» Николаса Имса. В принципе, целиком этой книге был посвящен мой предыдущий ролик «Читательский дневник», где я на протяжении, наверное, минут 20 расхваливала это произведение, говорила, насколько точно оно бьет по всем вещам, которые я люблю, насколько точно эта книга в себе сочетает все, что я люблю в фэнтези и все, в чем я нуждалась в данный момент от фэнтези. И я на протяжении прочтения этой книги все время думала, вот что она мне напоминает, какой фильм она мне напоминает или что-что-что. И в итоге вспомнила, конечно же, это неудержимые. Но вот знаете, когда крутые ребята, спустя какое-то время, уже находясь на пенсии, собираются снова в потрясающую крутую команду и начинают творить всякие дела. Здесь завязка сюжета примерно такая же. Я сейчас рассказываю для тех, кто не видел читательского дневника и нуждается в краткой справке. Николас Имс говорил, что ему хочется создать фэнтезийный мир, где банды наемников были бы похожи на рок-группы, а, соответственно, сами наемники на рок-звезд. И у него это абсолютно получилось. Здесь даже угадывается, кто из членов банды является, был бы кем в рок-группе. Кто ударником, кто вокалистом, кто клавишником, кто басистом и так далее. И это настолько здорово вписано в мир фэнтези. Здесь такие потрясающие живые персонажи. Вообще, когда я дочитала эту книгу, потом, ну, прошло несколько дней, прежде чем я смонтировала этот влог, когда я на монтаже сидела, и я думала, отпустят меня через пару дней или нет. Но вот прошла неделя, меня не отпустила эта потрясающая книга, которую мне хочется советовать поклонникам черного юмора, иногда довольно скользкого юмора. Я не могу сказать, что здесь было слишком много какой-то нецензурщины, чего-то откровенного, но встречаются здесь шутки в духе самых таких типичных американских фильмов. Так что предостережение, если вас такой тип юмора отталкивает, то не стоит вам брать эту книгу. Если, в принципе, юмористическая фэнтези как под жанр вам не слишком-то заходит, лучше обойдите эту книгу стороной. Лучшей рекомендацией послужит мой предыдущий читательский дневник, где я на протяжении целых выходных читала эту книгу и в режиме реального времени, в режиме реальных эмоций делилась с вами впечатлениями. Но меня не отпустило, это просто великолепно. Я не могу дождаться Блуди Роуз. Следующая книга – это «Волшебные неудачники» Нила Патрика Харриса. И вот знаете, когда я впервые увидела эту книгу, естественно, я знаю актера, знакома с его фильмографией, но когда я увидела эту книгу, как-то она меня особо не заинтересовала. Я решила, что это что-то совсем-совсем детское. Но в итоге у меня некоторые друзья ее прочитали, очень положительно отзывались. Плюс Крис Колфер вселяет в меня некоторую надежду, что писатели, не привлекая гострайтеров, могут создавать действительно хорошее произведение. Так что эта книга как-то очень неожиданно перекочевала. У меня есть списка «Никогда и ни за что не буду это покупать и читать». Список я хочу прочитать это в ближайшее время. Вообще, я думаю, что данное произведение может послужить для меня лично таким очень хорошим перекусом между большими и объемными произведениями, потому что здесь чтение буквально на 2-3 часа. И если это окажется весело, мило и забавно, я буду полностью довольна. Дальше книги, снова купленные под воздействием многих положительных отзывов. Это «Охота на Джека-Потрошителя» и «Охота на князя Дракулу» Кэрри Манискалка. Я на самом деле даже не могу вам точно обозначить жанр этих произведений. Просто это детективы или же это мистические детективы, потому что, ну уж, очень у них манящие названия. Я просто обожаю историю как про Дракулу, так и про Джека-Потрошителя. Неважно, будут здесь их подражатели или это будут какие-то реальные исторические факты. Мне очень нравится данная тематика, тем более здесь по времени конец 19 века. И есть молодая девушка, которая расследует преступления. Не знаю, будет она чьей-то дочерью кого-то влиятельного, или же у нее просто жизнь будет так складываться, что она будет сталкиваться с этими преступлениями. Насколько вообще понимаю, это Янгдалт. Если вы читали или что-то более подробно слышали про эти книги, обязательно делитесь. Стоит мне ждать от них чего-то хорошего или же свои ожидания очень-очень сильно поумерить. Дальше книги, которые я уже успела частично показать вам в своих планах на этот читательский год. И в первую очередь речь идет о двух томах страхов мудреца Патрика Ротфуса. Обожаю Патрика Ротфуса. В прошлом году я два раза перечитывала его имя Ветра, и когда готовилась к ролику, и начала читать в оригинале. И обязательно в этом году буду заканчивать все, что на данный момент написано в этом цикле. с надеждой на скорейшее-скорейшее завершение. Патрик Ротфус, подбирая вроде простые слова, и не используя слишком хитроумных и сложно сочиненных конструкций, умудряется сплести такой фантастически красивый текст, настолько насытить его деталями, красивыми описаниями, что в эти книги просто хочется провалиться и долго-долго из них не возвращаться. Следующая купленная в январе трилогия на две трети уже даже прочитана. И здесь тоже была какая история. Я купила «Изящный искусств смерти», и мне настолько понравилось, что еще даже не дочитав эту книгу, я моментально заказала себе и вторую, и третью части. И ничуть не жалею, потому что это великолепные исторические детективы. Я давно не встречала настолько крутого автора, который бы умудрялся писать в духе, не знаю, Канан Дойла, но вместе с тем использовать остросюжетные приемы и делать свои тексты более современными, что ли. У этих книг, за исключением, наверное, «Властелина ночи», но раз я его не читала, не имею пока права говорить, единственное, я бы точно обозначила рейтинг 18+. У второй книги он и так стоит, у первой 16+, но, ребята, раньше 18 не стоит это брать. Здесь есть парочка довольно неприятных и кровавых описаний, которые обеспечили мне не слишком-то спокойные ночные сны, скажем так. Следующие две книги докупались в коллекцию, мне как раз не хватало вот этих двух томиков до полного собрания «Волкодава» Марии Семеновой. Я вам говорила, что в 2019 году буду перечитывать этот цикл, чтобы для себя определиться, выросла я из него или же по-прежнему так же нежно люблю, как в подростковом возрасте. Обязательно буду делать подборку со славянским фэнтези, куда «Волкодав» непременно войдет. И обращу ваше внимание именно в покупках, что издание вот с этими замечательными обложками мне не очень нравятся, постепенно пропадают из продажи. Так что если вы хотели собрать «Волкодава», сейчас самое время это сделать. Про следующую книгу, а вернее про графический роман я успела рассказать вам уже в прочитанном, вернее это был отчет о том, что я читаю на зимних выходных. И Клаус стал чуть ли не первой книгой, прочитанной в этом году. Это альтернативная история появления Санта-Клауса. Здесь рассказывается о том, почему Санта-Клаус решил вообще дарить подарки детям, почему он проникает в дом по ночам, через дымоход. Все это находит обоснование, ну, естественно, фантастическое в этой книге. И историю, несмотря на заканчивающуюся зиму, я вам очень и очень советую. Эту книгу я обязательно оставляю на своих полках, и ни о каком анхоле здесь речи идти не может. И, наконец, последнюю книгу я просила в издательстве на розыгрыш, и сейчас хочу вам ее показать таким небольшим анонсом, чтобы вы не пропустили. Это Эд Ширен и его «Красочное путешествие». У меня эта книга есть в оригинале, «A Visual Journey» она называется, даже с автографом. Так что этот томик я себе не оставлю, он отправится к кому-то из вас в самое ближайшее время. Мне захотелось провести такую небольшую сравнительную характеристику, показать вам, какое издание, может быть, стоит выбрать, потому что английское тоже сейчас еще можно найти в продаже. Ну и, в принципе, чтобы поклонники Эд Ширена, которые пропустили данное издание на русском, обратили внимание, и наверняка кому-то захочется заполучить его себе в коллекцию. На русском книгу издали просто великолепно. Я очень переживала, что не сохранят качество, но у нас качество бумаги даже может поприятнее. У нас она лощеная, великолепно передает все краски, а это очень важно именно в данном издании, потому что книга насыщена фотографиями, артами, просто рисунками, какими-то набросками, билетами. В общем, чего здесь только нет, и для фанатов Эда Ширена это настоящее сокровище. В ближайшее время расскажу вам про нее поподробнее. Как раз буду показывать вот эти вот полочки, там у меня все музыкальные биографии, и там поподробнее про эту книгу мы и поговорим. И давайте к обещанному конкурсу, который мы устраиваем совместно с Cash for Brands. Я выбрала для вас три замечательные книги в подарок. Я сейчас показываю свои экземпляры, но победители, естественно, получат совершенно новенькие книжечки прямо из магазина. Во-первых, первый приз, и победителей, кстати, будет трое. Это «Хроники черного отряда» Глена Кука, которые я расхваливала в последнее время просто невероятно всем любителям фэнтези. Это точно понравится. Для любителей классических приключений мы приготовили вот такое замечательное издание «Графа Монте-Кристо». Это достойное пополнение любой домашней библиотеки, и у меня дома, как вы видите, именно такое издание. Я невероятно им довольна. Даже после прочтения оно ничуть не покосилось, не изменилось, несмотря на свой формат, и вроде как подарочное предназначение. И, наконец, третья книга. Ну, никак я не могла обойтись без Джеральда Брома. Это, наверное, самое дорогое, что сейчас можно найти из его изданий, и это арт-бук. Даже если вы сомневаетесь, понравится вам его текст или нет, то с арт-буком уж точно стоит познакомиться. Ну и чтобы поучаствовать в конкурсе и получить шанс выиграть одну из этих книг, вам нужно выполнить очень простые условия. Во-первых, найти в профиле свой ID. Вот, допустим, мой. Написать в комментариях его. Итоги розыгрыша будут подведены ровно через неделю с момента выхода этого видео у меня в сторис в Инстаграме. Также я продублирую их сюда в закрепленный комментарий. И еще все дополнительные ссылки, все дополнительные условия вы также сможете найти в описании к этому видео. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!